Всем привет! С вами Дмитрий и сегодня я покажу вам как испечь вкусные булочки к чаю своими руками. Смотрите ролик до конца и вы узнаете как сделать эту вкуснятину. Поехали! Для этого нам потребуется 450 грамм муки, молоко 200 миллилитров, яйцо 1 штука, сахар 3 столовые ложки, соль 0,25 чайной ложки, подсолнечное масло 6 столовых ложек, дрожжи 11 грамм, сливочное масло 50 грамм и сахарная помадка по вкусу. Берем емкость и всыпаем туда 450 грамм муки. Добавляем 2 столовые ложки сахара и 0,25 чайной ложки соль. Берем еще одну емкость и наливаем туда 200 миллилитров молока. Добавляем туда 1 столовую ложку сахара и разогреваем в микроволновке до теплого, но не горячего состояния. После чего добавляем сухие быстродействующие дрожжи и как следует перемешиваем. Все это дело оставляем в теплом месте. Пока дрожжи греются и оживают, в муку добавляем 1 яйцо и 6 столовых ложек растительного масла. Когда дрожжи начнут подыматься, это видно будет по образовавшейся пене, берем и выливаем в емкость с остальными ингредиентами и тщательно перемешиваем. Оставляем тесто в теплом месте на 36 градусов. Итак, прошло 30 минут. Посыпаем стол мукой, достаем тесто и делим на равные части. Сначала на 2, потом первую на 2, вторую на 2 и так далее. У меня получилось 16 штук. Берем необходимое количество пергаментной бумаги, смазываем растительным маслом и выстилаем на противень. Далее берем сливочное масло и растапливаем его в микроволновке. Берем кусок теста, раскатываем, затем смазываем маслом и скручиваем как рулет. Выкладываем на противень. По желанию можно добавить корицы. Доделываем все остальные, оставляем на противне в теплом месте. Ждем пока они увеличатся в объеме и станут пышными. Пока булки поднимаются, я достану готовую помадку из холодильника и переложу необходимое количество в тарелку. Итак, прошло где-то 40 минут. Берем наши подросшие плюшки и кладем противень в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут. Прошло 10 минут и наши булочки уже испеклись. Достаем их из духовки и даем охладиться. После чего перекладываем на стол и смазываем помадкой каждую булочку. Если у кого нет помадки, их можно есть и в таком виде. Булочки получились воздушные, пышные, мягкие, вкусные. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok